МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Это будет ель, новая ель, 22 метра длиной, чуть-чуть повыше старенькой. В праздник к нам приходит. Как она поготовится к Новому году? Промышленность у нас начинается от Ленина до Астраханская. Будет полностью перекрываться с латобетонным покрытием. Более 16 километров новых дорог. Специалисты ЖКХ приступили к капитальному ремонту улицы Промышленной. Опасная находка. В акватории нашли и обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. И начнем с главного. В Анапе построят дворец бракосочетаний в античном стиле. На днях подвели итоги голосования за лучший архитектурный проект. В социальных сетях и на официальном сайте города фавориты выбрали более 2,5 тысяч человек. Глава Анапы Юрий Поляков собрал рабочую группу, чтобы обсудить сложность проекта и внутренний план помещения. Основная форма здания уже утверждена. Ее выбрали сами анапчане из трех возможных вариантов. А вот, чтобы грамотно сделать внутреннюю планировку, архитекторы использовали схему существующих ЗАГСов. Дворец бракосочетания будет разделен на две зоны. В рабочей части разместятся кабинеты специалистов по направлениям, технические помещения и санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Мы исходили из того, как это принято вообще. То есть вот архив, кабинет руководителя, там кладовая, тут где-то туалеты, офисы, тут это все есть. Гардероб, санузел, вот все это есть. Я думаю, что вам надо посмотреть, значит, мы какие изменения внесем. На картинке, когда посмотрели, у нас получается как бы маловатые двери, то есть на фоне вот того здания, которое есть, мы решили уберем тут, может, пару колонн или как-то раздвейнем. И здесь часть колонн уберем, сильно многое. В торжественной зоне будут располагаться комнаты жениха и невесты, помещения для фотографов и музыкантов, а что самое главное, большой и малый залы для церемоний. Первый рассчитан на свадьбы с большим количеством гостей, а в помещении чуть поменьше молодожены смогут обменяться кольцами в кругу самых близких людей. Сегодня Анапский ЗАГС находится на втором этаже торгового здания. По словам сотрудников, соседние магазины не добавляют моменту торжественности, а парковка не приспособлена для кортежей. Ждем, ждем. Хотелось бы территорию красивую, с лавочками, со скамеечками, куда люди могли бы и после регистрации брака выйти, присесть, сфотографироваться красиво, потому что у нас условий здесь, сами видите, нет никаких. Плюс те люди, которые вышли, допустим, после приема в обеденный перерыв, тоже им необходимо выйти и в обеденный перерыв переждать где-то. Для строительства нового дворца бракосочетания была выделена земля рядом с Ореховой рощей. Глава города Юрий Поляков побывал на участке и поручил привести территорию в порядок. Сегодня, Анжела Анатольевна, дайте команду, вывести людей, давайте хотите, субботник организуйте, вывести весь мусор отсюда, организовать машины, людей, всех сюда. Вы посмотрите, что творится здесь. Да, берем. По словам специалистов, географически это идеальное место для строительства ЗАГСа. Здесь будет предусмотрено место для просторной стоянки. В шаговой доступности прогулочные зоны, городская набережная и парк, где можно сделать свадебные фотографии сразу после церемонии бракосочетания. На участке уже идут инженерно-геологические работы, а строительство планируется начать уже весной следующего года. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Чуть меньше месяца осталось до одного из самых любимых праздников россиян – Нового года. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства приступили к установке елей и украшению улиц световой иллюминацией. Чем порадует анапчан наступающий праздник, узнала наша съемочная группа. Сегодня специалисты ЖКХ завершили монтаж и приступили к украшению 16-метровой елки, которую установили в этом году на повороте на улицу Шевченко. Раньше эта зеленая красавица украшала центр города – Театральную площадь. В этом году сменила место прописки. А на ее месте будет новая. Сейчас она в пути из Москвы. На Театральной площади будет установлена новая елка, которая сейчас пока в пути, но не думая к 10 числу мы ее смонтируем. Это будет ель, новая ель, 22 метра длиной, чуть-чуть повыше старенькой. Еще один символ Нового года установили в новом сквере села Супсех. Ель уже украсили новогодними игрушками и гирляндами. Продолжаются работы и в районе Театральной площади. Здесь работают сразу две бригады. Одна монтирует изюминку праздника «Новый звездный коридор» с несколькими тысячами светодиодных ламп. Здесь же расположится зона отдыха. Вторая группа устанавливает светоиллюминацию на самой площади, которая также раскрасит новогоднюю ночь сотнями разноцветных огней. Также установлена ель возле городского театра. Жители и гости с нетерпением ожидают рождественских праздников. Как любой праздник – это мечта. Исполнение желаний. Хочется исполнение всех своих заветных желаний. Мечт, которых всегда у людей много. Ожидаем подарков, снега, ну и всего хорошего. Хороших новогодних праздников, отдыха. Новый год ждем всегда. Обновление, надежда на что-то новое, неизведанное, приятное. Это радость, много веселого, подарки, елка. Ну, в общем, новогоднее настроение мне нравится. На планерном совещании глава Анапы Юрий Поляков особо подчеркнул, что праздник должен чувствоваться не только в центре города, но и во всех, даже самых отдаленных районах муниципалитета. Такое поручение получили все главы сельских округов. Все должно быть готово к 10 декабря. Руслан Душевский, Анапа, регион. В Анапе тем временем продолжается ремонт дорог. В этом году объем работ действительно был масштабным. Приведено в порядок более 16 километров. 12 с щебеночным покрытием и 4 с асфальтовым. Сейчас работы идут на улице Промышленная. Сюда уже зашла тяжелая техника. У нас продолжаются работы по муниципальному контракту. У нас как раз по этому муниципальному контракту осталась крайняя улица. Это улица Промышленная. Она полностью в асфальте будет от бордюра до бордюра. Промышленная у нас начинается от Ленина до Астраханская. Будет полностью перекрываться асфальтобетонным покрытием. На сегодняшний день на улице подняты более 40 коммуникационных люков. Проведена фрезеровка дороги и установка нового бордюрного камня. Следующим шагом будет укладка выравнивающего слоя и асфальтирование. Сейчас движение по промышленно частично ограничено. Дорожники установили предупреждающие знаки, но большинство водителей их попросту игнорируют и продолжают въезжать на улицу, мешая работе техники. Также тормозят работу и припаркованные на улице автомобили. С 18 декабря улица будет перекрыта для движения. Объезд будет осуществляться по улице Лермонтова. В Анапе сегодня обезвредили якорную мину времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили дайверы в морской акватории в районе детского санатория «Бемлюк» и сообщили о ней в правоохранительные органы. Сегодня специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска выехали к месту и уничтожили мину. Территория от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» была оцеплена полицейскими и казаками. На месте находились сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Операция по обезвреживанию боеприпаса прошла успешно. Было сообщение на службы, которые обследуют эти предметы, подтвердилось, что это предположительно якорная мина большого калибра времен Великой Отечественной войны. В строящемся храме поселок Виноградный готовится к установке куполов. Необходимая на их изготовление сумма в полном объеме была собрана силами местной и городской администрации, спонсоров и анапчан. Жители поселка охотно откликнулись на просьбу о помощи и пожертвовали деньги на покупку куполов. Подрядчик приедет в Анапу уже через две недели, чтобы сделать замеры и обсудить детали заказа. Возведение самого здания полностью закончено. Купола для храма изготовят мастера из Волгограда. Это займет около двух месяцев. Если все пойдет по плану, установят их уже к весне следующего года. До этого как-то у нас шло нормально. Купола, конечно, для нас была тяжелая такая проблема. Потому что единовременно полтора миллиона требовалось. Сейчас эта сумма есть. Я надеюсь, после установки куполов, опять мы более-менее в таком быстром режиме будем дальше продолжать работы. У нас есть договоренность с Верстуниным Владимиром Петровичем, который еще на изначальном этапе нам пообещал, как только будут поставлены купола, с него колокола. То есть звонницу мы будем делать. Он пообещал нам. Мы знаем Владимир Петрович как человека слова. То есть уже этот вопрос, в принципе, я считаю, что решен. После воодружения куполов останется только установить окна и завершить отделочные работы. По словам главы сельского округа, двери храма откроются для жителей Виноградного уже весной следующего года. В помещении будет продолжаться ремонт, однако залы будут пригодны для ведения служб. Счета, на которые можно перевести средства на строительство храма, по-прежнему открыты. Реквизиты можно увидеть на нашем сайте. Чтобы упростить перевод, попечительский совет планирует привязать счета к номеру телефона. Так пожертвовать символическую сумму на отделку помещения можно будет в режиме онлайн. В администрации состоялось совместное заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений и штаба по координации деятельности народных дружин на территории города-курорта. Также были подведены итоги работы за год и награждены лучшие дружины и дружинники. Заместитель главы Анапы Валерий Королев подчеркнул значимость рассматриваемых в повестке дня вопросов. Первым из них стало состояние работы по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста. Эта категория граждан нередко становится жертвами мошенников. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы подобных преступлений было как можно меньше. Участковые полномочиями полиции на верных административных участках регулярно осуществляется проведение профилактических бесед с гражданами, раздача визитах служебных номеров телефонов участковых у полномочий. Валерий Королев поручил главам администрации сельских округов усилить работу по профилактике правонарушений в отношении пожилых людей, периодически навещать каждого из них и оказывать всю необходимую помощь. Это же относится и к руководителям органов ТОС. Второй вопрос на повестке дня – работа городских народных дружин. Только с начала года было проведено 152 рейда и выявлено 184 подростка, которые в ночное время находились на улице города ночью без сопровождения взрослых. Также народными дружинниками в ходе реализации детского закона посещено на дому 105 неблагополучных семей и 580 несовершеннолетних детей, состоящих, например, в профилактическом учете. Проведено 1125 разъяснительных бесед несовершеннолетними и их родителями. В завершении заседания были отмечены лучшие народные дружины по итогам работы за 2018 год. На первом месте казачья дружина, которая получила переходящий в импел, диплом и денежную премию. На втором – АО «Коммунальщик». Бронза у местного отделения ДОСАФ России. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа. Регион. Ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова